Какое серьезное обучение без торта! За чаем в библиотеке встретились глава города и нет, не школьники, а архитекторы, дизайнеры, художники и урбанисты, участники конкурса «Идеи, преображающие города». Артур предлагает благоустроить реальный двор в 11 микрорайоне, положить плитку, оборудовать стоянку, установить игровые комплексы, а еще скамейки и урны. Проект занимает очень много времени. К нему надо готовиться, иметь необходимые данные. Но я не могу сказать, что я полностью завершил свой проект, он полностью является готовым. Но я стараюсь довести его до совершенства. Коллега Артура Настя презентует концепцию арт-объекта. Прототип сделала своими руками. Скульптуру планируют установить на территории городской больницы. Хочу, чтобы это было символом матерей и было для них моральной поддержкой возле роддома. Поставить, чтобы из окна смотрели и радовались. Только в реальности оно будет 2 метра, а это 12 сантиметров. Среди идей школьников арт-объекты, здания из будущего, общественные территории. Все это преображает не только города, но и горожан. Так проект Милы Мазжериной и Евы Кучиной – аллея выпускников. Это создание новой фотолокации, а еще традиций. Нет такого, как в других городах, когда куча выпускников собирается в одном месте. Все это так празднично. Вот я такую традицию предлагаю. И еще вот у нас там есть сова, там ее нужно потрогать, всякие желания загадать. Вот это очень интересно, я считаю. Каждый проект – 4 месяца ежедневного труда, расчетов, поиска инженерных и творческих решений. Имена победителей назовут в июне на Международной выставке архитектуры и дизайна «Архмосква». А проекты победители реализуют. На встрече некоторыми предложениями всерьез заинтересовался глава города. Хожу с таким чувством полного удовлетворения, потому что наши дети не только выдают идеи для развития нашего любимого города, но и участвуют в конкурсах «Идеи преображающие города», делают реальные предложения, которые реально будут востребованы. Причем есть, конечно, проекты, которые требуют большой объем капитальных затрат, о них нужно думать, принимать решения, привлекать общественность, вообще понимать, что это возможно в наших условиях делать или нет. А есть простые, понятные, ясные проекты, которые на самом деле воспитывают в наших детях очень глубокие чувства ответственности за свои решения, за результаты, за то, что они делают. Вот и получается, что города преображают не идеи, а люди, которые в них живут. Елена Канина, Зинаида Исаева, Денис Гимб, Новости Губкинского. Субтитры создавал DimaTorzok